Привет, друзья! Сегодня у меня для вас интересный рецепт хрустящих кружевных блинчиков, которые по вкусу очень сильно напоминают трубочки. Но в тесто для трубочек, чтобы они были хрустящие, обычно добавляют много сливочного масла. В этих же блинчиках нет ни грамма масла, а получаются они хрустящие. К тому же пекутся эти блинчики на сковороде без использования электровафельницы. Итак, начнем. В чашу смешиваем сухие ингредиенты, просеянную пшеничную муку, рисовую муку, кукурузный крахмал, щепотку соли и сахар. По желанию добавляем ванилин. Перемешиваем. Теперь вливаем сюда молоко, добавляем одно яйцо. Перемешиваем все до однородного состояния. Добавляем растительное масло, только лишь для того, чтобы блинчики не прилипали к сковороде. Окончательно все перемешиваем. Тесто должно получиться, как на жидкие оладьи. Для удобства перекладываем тесто в кондитерский мешок или просто полиэтиленовый пакет. Отрезаем у кондитерского мешка совсем маленький кончик, чтобы отверстие получилось совсем небольшое. Печем блины на среднем огне, так как печь мы их будем всего лишь с одной стороны и блины должны успеть испечься. Наносим на сковороду произвольный ажурный рисунок. Я сначала делаю каркас в виде спирали, а затем сверху рисунок. Как только тесто станет плотным и не будет оставаться на пальце, начинаем заворачивать блинчик. Заворачиваем блинчики сразу на сковороде. Если блинчик остынет, он станет хрупким и вы не сможете свернуть его в трубочку. Таким образом печем все блинчики. Сначала блины очень хрупкие. Если дать им постоять при комнатной температуре, они делаются немного мягче. Но если их оставить на столе на более длительное время, блинчики превращаются в очень хрупкие ажурные трубочки. Надеюсь, что вам понравилось. Жду ваших комментариев и подписки на мой канал. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok